Итак, как определить риск нападения с ножом? Дело в том, что в драке, когда таковая начинается, нож могут просто перед вами достать выщелкнуть, чтобы вас напугать. Но самое опасное, это когда человек его пытается скрыть. Если он от вас его пытается скрыть, значит он намерен, скорее всего, вас не просто запугать, он намерит вас этим ножом ударить. Самый паршивый вариант, который мы даже не рассматриваем, это если конкретно человек просто к вам подходит, и вы даже не ожидали конфликта, он его где-то скрывает и потом сразу начинает вас бить. Шансов выжить тогда, если у него прям есть намерение вас этим ножом убить, ну практически никаких. Особенно если человек, не дай бог, подготовлен, то шансы практически минимальные. Но рассмотрим вариант, если у вас уже есть непосредственный конфликт. Вы стоите напротив человека гипотетически, и вот он что делает. Он первое, он скрывает от вас руку. Особенно опасно, если он скрывает, там, вы там, он правша, вот он стоит, и он почему-то скрывает, и у меня свою заднюю руку. У меня сразу это повод задуматься. Это не означает, что мало его сразу же биться всей дури, но это означает, что мне еще раз надо держать дистанцию и сразу же готовиться в случае чего убегать. Какие варианты действий здесь могут быть? Ну, понятно, можно использовать здесь подручные какие-то предметы, стараться. Не надо пытаться его сбивать руками, хвататься здесь за нож. Любой прихват всегда, если даже вот вы схватили человеку рукой, ну, у которого в руке нож, он все равно всегда вас порежет этим ножом. Не рассчитывайте зафиксировать. Самое главное правило, которое вам говорят, это когда вас бьют, вы должны уйти с линии удара. Какой бы ты здоровый, сильный не был, ты не сможешь, да, остановить. Ваша задача уйти с линии удара, и здесь уже можно делать все, что угодно. Выбивать нож, с ножом заворачивать и так далее. Основное правило уйти с линии удара, то есть это основное. И вот здесь как раз, да, боксерские стойки, они хороши, что ты раз там ножкой подвернул, и ты ушел с линии удара. Одну сторону уйти, уходить с линии атаки. Но, еще раз я вам напоминаю, не рассчитывайте, что вот сейчас вы это услышали, и потом гипотетически, вот, например, идет на меня кто-то с ножом, я ролик вспомню, вот так вот сработаю. Не будет такого, запомните. Здесь надо отработать несколько сотен раз, да, вот именно. И плюс еще регулярно после этого нарабатывать, и будет, и надеяться, что если вдруг это с вами случится, это случится тогда, когда у вас это движение еще не забыто. Если вы когда-то там в армии, или где-то там когда-то занимались какой-то секцией, или где-то, не дай бог, услышали в ролике, запомните, вы никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а всегда упадете до уровня своей настоящей подготовки. Я видел, я видел, как это делают. Я видел, как я слышал, как говорил там кто-то там, какой-нибудь там мастер по самообороне, что там надо что-то. Нет, просто не рассчитывайте. Да, если вы занимались хотя бы боксом гипотетически, у нас есть все тактические наработки, которые нужны для того, чтобы гипотетически уйти с линии атаки. Но в чем проблема даже бокса? Здесь не работают практически никакие виды защиты, кроме, возможно, смены угла атаки какого-нибудь. И здесь не работает подставка, здесь не работают уклоны, нырки, ничего такого. Здесь просто-напросто оно не имеет смысла, потому что, что бы я здесь ни сделал, сюда бы я ушел гипотетически. Подставляю я руку какую-нибудь. Или там единственное, что работает, это оттяжка. И второе, что еще может сработать, это подставка, если вам чего-то не жалко. Гипотетически у вас есть рюкзак. Или гипотетически у вас есть куртка, которую вы можете быстро с себя снять. Ну, пиджак, например. Пиджак, да, быстренько сняли, намотали на руку. Да, если это плотный пиджак. То есть рассчитывайте сразу, что вы все равно будете порезаны, если вам уже пришлось все-таки вступить в какой-то такой бой. Но лучше порежется куртка или пиджак, чем ваша дорогостоящая шкурка. И самое главное, ваши внутренние органы. Первое, что очень стоит защищать, это не руки, даже в случае, потому что если вы уже вступили в бой, если вы приняли такое решение, если у вас не было возможности этого боя избежать, рассчитывайте на то, что вы все равно будете порезаны. Но пускай будут порезаны руки и ваши конечности, чем внутренние органы. Потому что порез внутреннего органа, это уже велика вероятность летальности. Летальности, инвалидизации. И в лучшем случае это длительного периода очень восстановления с дальнейшими ограничениями в течение всей оставшейся жизни. Могу сказать, несмотря на то, что у меня была довольно-таки активная подготовка в армии, несмотря на то, что больше 20 лет срок службы в органах внутренних дел, да, и вышел я на заслуженный отдых в 2016 году. Прошло 6 лет, да, то есть активно я не занимался. И я вот сегодня мы перед съемками встретились, да, попробовали приемы поотрабатывать. И я вот смог вспомнить только два. И то мне надо было повторить несколько раз, чтобы прием более-менее стал проходить, но без запинок, да. Поэтому, так как Николай сказал, подготовка, 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 занятие. Очень долгое время. Постоянное и системное. Не рассчитывайте, что если у вас там 2-3 раза получилось, и все, вы стали специалистом, ну, не обманывайте себя. Что гипотетически можно сделать в случае, если против вас есть угроза нападения с ножом? Гипотетически человек там сейчас подходит. Первое, что можно сделать, мы уже сказали, можно удержать просто дистанцию от него, отступать. Самое простое. Если уже сзади стена, ваша жена, дети, родственники там и домашние питомцы, надо, ну, уже как-то в бой вступать. Но, понятно, не лезть, конечно, животом на этот самый нож. Не пытаться лучше руками блокировать, потому что тут просто человек может подойти и просто всем весом надавить, и все равно он меня как-то... Да, если это будет в пьяном, то все угарит. Вот так вот как-то еще, хоть как-то зафиксировать здесь, как-то прижать к нему еще гипотетически. Но тут начнется свалка, и тут очень сложно предугадать последствия. Кто, куда это лезвие пойдет, куда оно встрянет. То есть очень сложно что-то сказать. Первое, что может произойти гипотетически, если человек там к вам движется, выставляет там ногу как-то, раз, это первое, это удар с пыра под коленную чашечку. Под коленную чашечку, по голени, очень болезненные удары, велик риск травматизации. Как минимум, вы, возможно, есть вероятность, ограничиваете движение человека. Вот сюда, вот под коленную чашечку, или просто в голень, особенно если у вас не тапок, там и голая нога, да, а если у вас жесткая подошла, ботина какая-нибудь. Гипотетически, вот у меня кед, да, я не просто так так сегодня обувься, да. Гипотетически, если так хорошо попасть даже, да, это, во-первых, очень внезапно, это короткое движение, не надо высоко махать ногами, оставаться на одной ноге, не иметь в этот момент возможности убежать. То есть, в голень, под коленную чашечку. Вот это короткое движение уже может хорошо застопорить противника и замедлить его, для того, чтобы вы потом могли порвать дистанцию, сменить угол или просто-напросто убежать. Это первый вариант. Второе, мы сказали про куртку, намотать куртку или схватить гипотетически рюкзак. Одну секунду, возьму рюкзак. Реквизит? Реквизит, конечно. У меня гипотетически, не под рукой, за рукой, на плече, у меня есть рюкзак, а в случае, если идет нападение... Не, ну это так же, как рыбаки, да, на зимней рыбалке никогда не ходят с рюкзаком на двух лямках. У них всегда рюкзак на одной лямке, чтобы в любой момент можно сбросить, и вы, заходя, например, в какую-то арку, предполагая, да, можете точно так же оставить рюкзак на одной лямке, чтобы или сбросить, убежать, да, или использовать в качестве защиты. Нет, лучше шизофрении, чем хорошо развитая паранойя, как говорится. То есть надо иногда вот этот момент использовать, да, то есть опасаться темных углов и всего остального. То есть это нормально, не быть жертвой, не быть в позиции жертвы, не быть расслабленным в ситуациях, где реально есть какой-то риск. И гипотетически, если что-то летит, гипотетически... Сейчас, с бабушкой пролетит. Гипотетически, в случае попытки нанесения удара в живот, можно здесь, или в грудь гипотетически, надо закрыть. Есть надежда, что это лезвие воткнется, собственно, в рюкзак. Ну, оно и проткнет, да. У нас учебное, поэтому сгибается. Скорее всего, будучи настоящим, ну, как минимум, хотя бы до половины точно воткнется. И после этого мне, собственно, что надо сделать? Мне желательно как бы на противника нагрузить этот вес. Не к себе приближать, а потому что оно проткнет насквозь. Нагрузить, и после этого как можно дальше его толкнуть, либо пригрузив, если у вас есть необходимый навык, желательно. Тут уже работайте, что умеете, если только умеете. Бить в челюсть, по голове в нос, в висок. То есть максимальное количество ударов за секунду туда ему надо нанести, для того, чтобы человек потерял рентацию в пространстве. То есть бить его надо максимально плотно, пока он не смог воспользоваться. Зафиксировать здесь вот эту вот руку, ронять уже этот рюкзак гипотетический, он там как-то прижать. И здесь пытаться как-то бить, но быть очень аккуратным, потому что это лезвие всегда незаметно для меня, все равно может выйти вниз, ударить меня в бедро, во внутренние органы куда-нибудь. То есть все равно, не теряйте осмотреть. Тем более, сторона левая, если межребер зайдет, сразу в сердце. Да, то есть не надо налегать на него, надо его толкнуть, и сразу же от него попытаться куда-нибудь уйти, при этом предварительно ударив, вот, и вот. Потому что это очень опасная штука, этот нож. С ножом всегда надо быть максимально аккуратным, и как можно дальше от него держаться. Все приемы, это не просто так, с кондачка, я хочу сделать вот это, вот это. Цели. То есть если у вас цель убежать, не надо бороться, не надо отнимать нож, не надо там за спину руку заводить и так далее. Да, то есть если, допустим, как я уже говорил, да, на вас человек нападает, вы отходите, да, с линии, после чего фиксируете рукой, и здесь возникает два варианта. Можно ударить костяшками в тыльную сторону ладони, да, после чего нож вылетает. Либо вы прихватываете вот таким вот образом, двумя пальцами, начинаете крутить, да. То есть человек, допустим, в таком состоянии, вы его роняете и убегаете. Если вы хотите зафиксировать, ну, для сотрудников полиции это положено, да, Росгвардии, то тогда вы уже начинаете его крутить, выкручивать и так далее, да. Забираете нож, фиксируете руку и доставляете. Ну, от вас этого никто не требует, поэтому, да, основная задача каким-то образом разорвать дистанцию, там ударить человек, вывести его из строя и убежать. Чем еще дополнительно еще хотелось бы заметить, это если вы сможете гипотетически у противника эту руку зафиксировать каким-то образом. Самый опасный противник, он, скорее всего, не будет бить один сильный удар. Самая опасная техника, как бы, работы какого-то с ножом, да, это знаменитая техника швейной машинки, да, это вот как вот в американских тюрьмах, условно говоря, ее там доработали до максимума, там вот эта тюрьма как-нибудь Сан-Квентин, да, там хирурги просто практику проходят, там зашивают по 100 ножевых ранений, там какие-то рекорды ставят какие-то жуткие, про то, что человека сразу же вытаскивают там с того света, потому что он там с нем столько отверстий понатыкано. Соответственно, если человек будет один удар, гипотетически бить не умело. Один сильный. Один сильный. Это возможно. Если человек подходит, становится в какую-то стойку, не дай бог, и уже тут начинает уже что-то как-то пытаться дергать, вот тут начинается проблема, и, скорее всего, вот это уже не получится. Почему? Не перехватить не получится, не сбить не получится. Почему? Потому что даже не укол, а дожды пронос от лезвия, в чем его проблема, это не просто удар. Ну, то есть вы ставите блок, у вас рука прошла мимо, и вы травмируете себе руку, предплечье, и так далее. Если бы просто был бы удар гипотетический, рука бы куда-то могла в сторону уйти, там, там, на сбив, да, улететь, то лезвие все равно вам прочертит, и там срежут как бы, извините, кусок мяса, и хорошо прорежут. То есть в любом случае это опасно. Если даже вы как-то прихватили гипотетически лезвие, проблема в том, что все равно здесь вы, условно, может там толкнуть, и все равно запястье будет порезано. Если вас там прямым хватом, обратным хватом, вас там прихватываете, нет, вы прихватываете, если руку, все равно гипотетически здесь все вот эти моменты, то есть человек, который хоть немного умеет владеть, там, умеет владеть, владеет ножом, он, к сожалению, нанесет все равно жуткие травмы, запястья, они легко травмируются, Тут у нас от кожи очень близко, все вот эти вот хрящи, суставы и все остальное. То есть очень опасно, если это часто удары, если человек уже примеряется как-то по вам бить, если он как-то чувствует дистанцию, какие-то обманные действия проводит, сюда показал, сюда ударил, здесь порезал, здесь ударил, очень опасна эта вся штука. Это похоже на самом деле очень на боксерскую технику, вот если человек вот опасно нападает. Почему? Потому что те же обманные действия, те же рывки, те же ложные атаки, те же сокращения дистанции там, то есть вот это все на самом-то деле работает, это очень-очень опасная штука, вот с такими ни в коем случае и как можно просто дистанцироваться, сбежать, все как обычно, да, наш лучший метод. Что я рекомендую в данной ситуации, это газовый баллончик, да, который у вас находится в кармане, если вы не умеете им пользоваться, вы покупаете учебный в магазине, он стоит там, по-моему, 200 либо 300 рублей, вы бы попрактиковались, да, чтобы вы попадали в цель. Ну и в данной ситуации, то есть заходя, допустим, в арку, да, он у меня в руке, если я вижу человека, я сразу направляю струю, распыляю, да, и человек, даже если он закроет глаза, здесь слизоточивый и перцовый, то есть в любом случае попадет на слизистые, в любом случае на несколько, там, 15, 20, 30 секунд минимум он будет выведен из строя, мне этого будет вполне достаточно. Вот, да, то есть, но еще обратите внимание, не начните просто его где-то в какой-то сумочке, купили и тоже насчитывайте. Нет, нет, только в карман, чтобы вы могли... В быстром доступе, раз. Второе, вы должны быть к нему привычны, то есть вы должны его сразу же нащупать. Уметь им пользоваться. И не схватить его, разрешите, не схватить его, просто из кармана достать, нажать и себе эту струю в лицо схлопотать, да, то есть вы должны понимать, как лежит там палец, у вас должно быть хорошее тактильное ощущение. Ветер в какую сторону, чтобы ветер не дул на вас, хотя здесь струя довольно-таки мощная, да, но если уж так приходится, то тогда хотя бы очень быстро отодвигайтесь в сторону, чтобы облака уходила туда. Здесь работает то же самое правило, то есть практика, даже с вот этой вот маленькой штукой, которую вы просто купили там в магазине, все равно с ней нужна практика. И с ней нужен вот этот быстрый доступ, а не просто она будет лежать где-нибудь на дне рюкзака или в вашей там сумочке, и вы ее перепутаете с помадой, когда... Многие так и делают, да. Для женщин есть вот такой вот маленький, да, и он по размеру вот как большой палец. Он похож реально больше на тюбик губной помады, чем на газовый баллончик. Там, правда, всего 25 миллилитров, но в принципе для того, чтобы одному человеку вывести из строя, вполне достаточно. И следите за сроком годности. Бывает, покупают несколько лет назад, потом носят, 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 а потом, когда надо делать пшик, и оно уже, к сожалению, не сработает. У меня еще 3 года, я на 3 года защищен. У меня еще шок.